Завод Сепсельмаш сегодня празднует юбилей, но не со дня основания предприятия. 3 октября исполнилось бы 90 лет со дня рождения Федора Котова, легендарного директора, при котором завод бурно развивался. Почти 15 лет он был первым заместителем министра машиностроения СССР. Память о лучшем директоре заводчане хранят до сих пор и даже открыли выставку в день его рождения. Анна Гурьянова расскажет. С министрами, академиками, космонавтами и со своими рабочими. Эти фотографии еще одно подтверждение. Федор Котов с каждым мог найти общий язык. А как иначе, если у тебя в подчинении 20 тысяч человек? Как человек человечный. То есть он всегда, когда проходил по цеху, по любому цеху, здоровался с рабочими, его уважали. Ветеран Великой Отечественной. Он прошел путь от наладчика до начальника цеха на Сепсельмаше. Затем в качестве директора поднимал завод «Луч», завод «Коминтерна». А после в качестве руководителя вернулся на родное предприятие. Его коллеги до сих пор вспоминают особую энергетику Котова. Все поручения, задания, которые он давал, их как-то было просто не просто трудно не выполнить, а было стыдно перед ним не выполнить. Предприятие, которое обеспечивало армию боеприпасами и даже системами «Град», являлось по-настоящему градообразующим. Завод при Котове не только перевыполнял план пятилетки. Сепсельмаш расселял бараки, строил новые микрорайоны, детские сады, больницы, базы отдыха, стадион. Это был передовой завод в министерстве. Все соотносились к Сепсельмашу с уважением. В 1976-м Федор Котов стал первым заместителем министра машиностроения и проработал на этой должности почти 15 лет. А для Сепсельмаша в перестройку наступило тяжелое время. Если бы Котов не уехал, завод был бы жив, уверены его коллеги. Завод бесспорно существовал бы, если бы Федор Яковлевич Котов был директором и его не забрали, так можно выразиться в Москву. Мало кто знает, что вот эти буквы, из которых выложены имена погибших, для монумента славы делали в цехах Сепсельмаша. Заводчане умеют хранить память о прошлом. Четыре года назад Федора Котова не стало, но его день рождения в Новосибирске отмечают до сих пор. К юбилею ветераны завода планируют открыть именную мемориальную доску. Анна Гурьянова, Денис Савинский, Новосибирские новости.